давайте вернемся с вами к эффекту джонебеку мне уже много раз задавали этот вопрос предлагали сделать ролик вот этот фильм я сейчас и делаю потому что люди насмотрелись того как вертится гайка в космосе и то что она все время переворачивается обращаю ваше внимание на 180 градусов по отношению к своему предыдущему состоянию и некоторые ученые в кавычках они договорились до того что наша земля будет кувыркаться вот так в космосе менять будет свои полюса и в результате этих смен полюсов до чего договорились наши ученые что будет меняться температура на северном и южном полюсах то тепло будет то холодно я конечно не знаю где они проходили обучение в каких школах институтах потому что логика у них явно отсутствует как и у тех товарищей которые мне все время пишут что я неправильно трактую диалектический материализм хотя я предлагаю взгляните хотя бы в википедию там все четко написано несмотря на то что это как бы ущербная энциклопедия но когда-то было но сейчас более-менее там все выровнялось и там все это написано что спорить со мной то если все есть первые источники вы сами можете их посмотреть там четко написано не буду дальше углубляться в эту тему просто посмотрите еще раз вам предлагаю чтобы каждому не отвечать на его вот этот бесконечный вопрос такая же ситуация с эффектом дженебекова дело в том что когда планета или гайка переворачивается на 180 градусов то северный полюс становится южным а южный северным из такого переворота не следует ничего по отношению к температуре вы сами прекрасно понимаете что что северный что южный полюса они одинаковые по своим температурным параметрам поэтому никакого тепла или оттаивания в результате такого переворота не будет просто поменяется полярность планеты на самом деле если доверять нашей геологии то таких вариантов переворота было очень большое количество я помню эта шкала присутствовала большой советской энциклопедии она длиннющий такая шкала и там все время была такая череда белых и черных сегментов которые показывали что вот полюс с южного на северный менялся вот так ну и в результате за эти миллиарды лет пришел вот к нашему состоянию вот к такому и ни разу никто из геологов не сказал что у нас поменялся на земле какой-то температурный режим но я хочу вам сказать что дело в том что прежде чем применять к земле эффект джинибекова нужно сначала доказать что наша земля является первое сферической что она летит в космосе то есть что она находится в космосе и куда-то летит третье что она вращается то есть имеет вращение вокруг своей оси вот тогда можно всю эту систему рассматривать как ту самую гайку и ожидать от нее эффект джинибеков сегодня на это на эту самую минуту пока нет никакого консенсуса я имею ввиду консенсус с богом потому что у нас каждый ученый черти что молотит по отношению к земле а доказательств того что она сферическая плоской треугольной квадратной любая хоть какая-нибудь никаких доказательств нет и поэтому когда мы говорим что у нас земля имеет форму сферы ну то есть какой-то гайки условно говоря это первое это не доказано никем то что мы находимся в космосе это вообще вопрос очень спорный потому что этот космос нами пока предположен то есть мы предполагаем что он существует и что земля несется в этом космосе потому что раньше до 17 18 века никто никаким чутьем даже не говорил что есть космос давайте ребят туда полетаем пока циолковский откуда-то не появился и у нас все было здесь мы за этот космос даже не думали только в наше время мы попрыгав туда на высоту 400 километров по отношению к нашей земле совершенно небольшую только в наше время мы вдруг озадачились тем что якобы существует космос но это надо доказывать и вот у нас когда послали сейчас журналист туда в космическое пространство то во первых мы надеемся что они полетели действительно в космос они в бассейн под башни останкинской и второе что они действительно хоть что-нибудь снимут потому что у них столько этой аппаратуры съемочной а мы до сих пор за почти сто лет этих космических полетов не получили ни одной фотки нормальной ни одного нормального видеокадра так вот теперь третье третье это то что у нас земля вращается потому что только вращением обуславливается вот эти все моменты инерции которые приводят при своей перегруппировки к обращению тела который вращается я напомню вам систему работы эффекта дженебекова есть тело у которого есть три оси если масса распределена относительно осей одинаково то моменты инерции этой массы они работают одинаково тогда это все не вращается не переворачивается ничего с ним не происходит как только у нас одна из осей какая-то становится меньше чем все остальные то вот на меньшую ось приходится вся нагрузка и через нее начинаются кувырки то есть если берем книгу то вот меньше толщина вот эта ось толщина книги через нее все будет кувыркаться это была и программа представлена в интернете компьютерной которая рассчитывала все это и показывала это давно уже все известно чудо здесь нет никакого но само вращение вращение нашей земли нужно еще доказать и опять же этому доказать нет никаких то что мы сегодня имеем день и ночь еще не говорит что мы вращаемся вокруг солнца прежние века а я вам напомню что православие приняло вращательную вот эту систему что земля круглый только окончательно в 1992 году а все мировые ученые приняли только после великой отечественной войны помните что до 70-х годов все кубки которые давали спортсменам в награду они все всегда были в виде чаши это модель земли нашей она всегда была такой вот эта земля всегда была форме кубка из древних времен до 20 до середины 20 века и только во второй половине двадцатого века вдруг начали выдавать все эти поощрения все эти кубки в виде сферической земли она либо была такая поднятая над какой-то волной либо в виде футбольного мяча либо еще какая-то но она наконец-то стала сферической то есть это было совершенно недавно и возможно последним толчком к пониманию сферической земли стали полеты в космос когда люди оторвались от поверхности земли им показал что она вот кривая или сказали ему ребята говорите что она действительно закругляется и не партий мол типа мозги но вы видели как луна садится за горизонт земли когда она снимается из космоса вы видели как изменяется геометрия видимая геометрия луны то есть она изгибается всеми возможными способами почему бы таких изгибаний не наблюдать нашим космонавтом если они действительно там летают почему бы не считать все эти закругления нашей земли результатом вот этих же самых визуальных эффектов которые происходят в космосе но почему бы этого не сделать нам нужно установить сначала физически что наша земля вращается тогда уже можно говорить о каком-то эффекте джинни бекова и бежать спасаться от перемен климата именно связанных с этим эффектом у нас на земле те кто учил нормальную физику кто в ней разбирается он меня сейчас поймет у нас на земле есть определенные природные маркеры которые говорят четко четко и однозначно что наша планета земля не вращается эти маркеры называются ураганы штормы морские течения различные водовороты в этих морских течениях и все любые круговые структуры я не буду дальше углубляться просто на них остановлюсь так вот смысл здесь в чем какое-то время в какое-то время математика нормально развивалась была полярная система координат которая строила как раз вот эти все вихревые композиции в общем-то они нас привели к тому 19 веку когда появился тот самый сказочный персонаж по имени никола тесла он как раз вот этими всякими вращательными технологиями и той самой гипотезой вращательного эфира эфира динамика вот они разрабатывали как раз новые виды потребления излучения энергии и тому подобное а потом в один какой-то прекрасный в кавычку момент вдруг появился декарт и ввел декартовую систему координат где все стало перпендикулярно где исчезли все вращения что такое декартовая система с точки зрения математики это выворот наизнанку полярной системы координат а с точки зрения философской это невозможность полнейшая невозможность понять круговое движение через систему декартовых координат вот у вас есть прямые две черты и тыкайтесь с ними как хотите вы уже никогда вы даже не можете построить график окружности в этих декартовых координатах если кто не разбирается в геометрии то посмотрите вы не можете построить график окружности в декартовых координатах а в полярных координатах любой вихрь любая окружность строится элементарно так вот я долго раздумывал над тем зачем это было сделано зачем была изменена система координат мы нормально пользуемся у нас везде все вращается у нас электродвигатель вращается двигатель внутреннего сгорания вращается у нас колеса вращаются у нас все вращается компас вращается зачем мы переходили от систем которые удобно описывают элементарно описывают вращательные системы системе декартовых координат которую применить можно только к площади участка на котором ты там что-то размещаешь и все а больше ни к одной машине не присоединишь эту систему координат так вот в смысл в том что когда какие-то ученые я пока в этом тоже пока не разбираюсь но какие-то из известных вам ввели композицию что солнце стоит на месте а земля вращается вокруг солнца вот для этого и нужно было изменить систему координат потому что теперь у нас стала вращаться сама земля и она вращается не только вокруг солнца но она еще и вращается вокруг своей оси а также еще кучу вращательных движений делает так вот перехожу теперь к самому главному в этой части дело в том что наша земля обладая она вот этим самым вращением превращается в так называемый волчок гироскоп суть этого гироскопа в том что у него все движения определяется моментами инерции моменты инерции это очень такие интересные вещи которые возникают в силу умножения вращательной скорости то есть угловой скорости на массу который в этом угловом вращении задействовано чем больше угловая скорость и масса тем больше этот момент инерции и в результате если вы поищите в интернете такие опыты есть такие опыты что когда гироскоп вращается достаточно быстро достаточно он массивный то его сдвинуть его сдвинуть невозможно ось гироскопа всегда стоит направлены в одно и то же место и этим свойством гироскопа мы пользуемся в навигационных приборах самолетах кораблях и тому подобное смысл именно в этой постоянной оси которые смотрят на одно и то же направление куда ее направили при старте гироскопа у нас такой если допустить что наша земля вращается то у нас такой осью гироскопа закрученного когда-то является ось вращения земли так вот при условии что земля наша является таким массивным и скоростным достаточно скоростным у нас все-таки первые космические на поверхности так вот скоростным гироскопом то представляете какие силы нужны чтобы изменить это вращение я говорю уже сейчас как раз про тот самый эффект дженибекова но самое главное даже не в этом а главное в том что на вращающейся системе невозможно никакое другое вращательное действие если бы наша земля вращалась бы так как она типа вращается никакие морские течения вот такие круговые никакие водовороты даже в раковине водовороты или там в ванной комнате никакие смерчи никакие ураганы в принципе были бы невозможны более того даже мы бы не смогли закрутить колесо в нашей машине то есть если бы мы его начинали вращать каким-то двигателем условно то его вращение попадающие на изменяемое вращение нашего гироскопа земли под разными углами просто ломал бы всю эту машину также легко как вот на представленном вам видео обрывается толстый достаточно нить поэтому наша земля не вращается она если и перемещается каким-то образом то только вдоль поверхности земли как вот я вам говорил в своей книге метафизика климата земли когда она подобно магниту у нее есть четыре полюса северный южный западный и восточный и эти полюса плоскости своей меняет свое взаимное расположение перещелкивается на 90 градусов северные уходит на место западного западный на место южного южный на место восточного восточное место северного и вот в этом случае тогда меняется полностью климат но наша земля она естественно не блин такой простой она действительно какой-то формы похожий на чашеобразность или может быть как сегодня говорят гиперкуб только я не знаю в чем смысл здесь гиперкуба но в принципе гиперкуб больше похож на чашу потому что центральный куб на которой все остальные кубы навешаны он сквозной и через него гиперкуб он вот так выворачивается наизнанку то есть получается постоянно вот такое движение выворачивание вот это и есть гиперкуб но в общем-то для простого древнего человека он действительно похож на какую-то чашу когда ты сверху нее кладешь она такая бездонная и с другой стороны там из нее вылетает опять то что ты положила а толщина вот этих кубов в этом гиперкубе это те самые наши материки которые являются такими знаете отдельными кристаллами впаянными во всю эту подвижную систему собственно поэтому у нас океаническое дно имеет возраст 250 миллионов лет а материки имеют возраст пять с половиной миллиардов лет и вот это вот система она такая подвижная всегда есть материки у нас так и плавают вот так знаете появится один пропадет внутри появится пропадет поэтому у нас и тонут всякие атлантиды появляются в разных местах как нам говорят вот пангеи не пангеи были различные объединения это все от этого но в общем наша поверхность земли она в общем такая достаточно плоская для таких больших колоссальных размеров она плоская и она естественно земля наша не вращается никуда она не является волчком она не является гироскопом и это нужно понять не является потому что еще раз повторю для тех кто пропустил мыс если бы наша земля была гироскопом в любой степени то никакое круговое движение начиная от вращения воды в раковине колес на автомобиле даже вот так рукой если бы я делал я бы ощущал различные отношения вот этих всех вращательных движений по отношению к вращению нашей земли и невозможно были бы естественно такие грандиозные природные явления как ураганы как различные смерчи вот мы видим с вами такой значит глаз смерча глаз вращения вот этого всего бы мы с вами никогда бы не видели потому что еще раз ни один круговой объект не может появиться на работающем гироскопе а